Обычно на запуск новой продукции на этом предприятии уходит от полугода до полутора лет. Сейчас же счет идет на неделе. Уже разработана рецептура, упаковка и даже есть название – «Гизостин». Самарская парфюмерно-косметическая компания планирует начать запуск антибактериальных лосьонов для рук, дезинфицирующие средства для обработки. Его можно будет применять в офисах, кабинетах, а более пенная по консистенции – для мытья полов. Сотрудники предприятия говорят, мощности хватит для того, чтобы обеспечить предприятия и магазины Самарской области в полном объеме. В месяц планируют производить 900 тонн дезинфицирующих средств, четверть – это антисептики для рук. В экстренном режиме разработали 4 вида продуктов с дезинфицирующим эффектом. Сейчас продукты находятся в проработке, на стадии оформления документов. Руководство компании встречалось и с Минпромом, и с губернатором лично. Соответственно, нам оказывают поддержку и по ускорению оформления документов, и по поставкам сырья. Сначала производить антисептики будут в большом объеме – 800-850 мл, а также в 2,5-литровой таре. В первую очередь их будут поставлять на крупные предприятия и уже потом в розничные магазины. Флаконы для антисептиков будут производиться там же. Крупные самарские предприятия уже проявляют интерес к продукции. Однозначно в составе этого средства будет 70-75% спирта. Так что туда будут добавлены какие-то специальные химические ингредиенты, которые тоже способствуют уничтожению микроорганизмов, но и в обязательном порядке смягчающие добавки для того, чтобы люди не испортили кожу рук во время применения этих средств. Тем более, что нам приходится их сейчас применять часто, и, возможно, придется их применять длительно. Сотрудники предприятия отмечают и повышенный спрос на антибактериальное мыло. Продажи увеличились в десятки раз. На парфюмерно-косметическом производстве планируют запустить все мощности, чтобы максимально обеспечить потребность горожан. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.